Начало и ведение бизнеса требует значительных вложений и одна из строк расходов – аттестация рабочих мест. Причем сумма выходит немаленькая – более 3,5 тысяч за одно рабочее место. Если делаешь аттестацию рабочего места, потом заболеет человек хроническим заболеванием, будешь всю жизнь платить. Вот и весь развод. Это же для этого и делается. Сегодня для защиты здоровья. В администрации Уссурийска впервые в рамках программы по поддержке малого и среднего предпринимательства предлагают субсидию на возмещение части затрат на проведение аттестации рабочих мест. Организация есть в Уссурийске, это одна, это Приморский центр охраны труда проводит, который в Уссурийске зарегистрировано, пришла аккредитацию. И ряд Владивостокский, это ДВРЦОТ и еще ряд предпринимателей. Ну, конкретно работодатель самостоятельно выбирает ту аттестующую организацию, которую будет проводить, которая аккредитована в соответствующем порядке и расположена на сайте Минздрав соцразвитета. Напомнили предпринимателям и о краевой программе по возмещению средств за то, что организация трудоустраивает инвалидов. За одного инвалида компенсация составляет 50 тысяч рублей. Вы говорили о инвалидах, да? Группа инвалидности там есть подразделения? В индивидуальной программе реабилитации прописаны показания к труду. Это, допустим, работа специально созданных условий, ограничение физической нагрузки и какой-то труд. Ну, в общем-то, медики тоже там своеобразно пишут эти показания к труду. Но, тем не менее, если у него есть показания к труду, он имеет возможность работать на специально созданном месте или, будем говорить так, участвовать в этой программе. От рабочих будней к праздникам. 25 мая, накануне Единого дня российского предпринимательства в администрации округа, в три часа дня пройдет торжественное мероприятие, где будут чествовать лучших уссурийских бизнесменов. Юлия Кузьменко, Александр Синельников, Телемикс.